Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В каком-то смысле Ну а мы будем продолжать тему летающих объектов И сегодня поговорим про Шаттл Челленджер Почему он стал объектом вашего внимания на этой неделе? Ну потому что вчера была годовщина гибели Челленджера Шаттла, одного из пяти шаттлов, которые летали Вот и захотелось поговорить Потому что вспомню в свое время Мне тогда было 23 года Я был студентом И я был просто шокирован гибелью Челленджера Просто жутко шокирован Даже я помню У меня даже продукт появился связанный с этим Я просто собрал все вырезки, которые я нашел у себя дома Всяких газет Вот именно об этой гибели И целый создал альбом вот этих вот вырезок Потому что было очень сильно Это для меня была какая-то катастрофой Тогда у нас с США были не очень хорошие отношения Там обострение было жуткое Рейган там называл нас «Империя зла» и тому подобное Но тем не менее Для меня это очень сильное впечатление произвело Так как все это получилось Дело в том, что Эта программа была придумана По сути для того, чтобы Опираясь на нее Дальше отправлять Во-первых, делать вот эту вот Околоземную станцию И потом дальше Создавать некие аппараты Там уже на орбите Которые бы отправлялись куда-то там На Луну, на Марс и тому подобное То есть уже Такое развитие дальнейшее Для межпланетной уже программы Считалось, что эта система Довольно эффективная Она может поднимать очень большие обороны Действительно Они ведь практически Миллион килограмм подняли туда Больше Полтора миллиона килограмм подняли туда На орбиту Вот благодаря этой самой челленджера Сравнить хотя бы челленджер С станцией «Союз» С кораблем «Союз» Вы понимаете Это просто вот размеры В 5, в 6, в 10 раз больше, чем «Союз» То есть подняет огромные Много килограммов Мало того, он многоразовый Там практически все Составные части челленджера Вот эти все Твердотопливный ускоритель Жидкотопливный бак Значит, и сам челленджер Они все возвращаются Их можно заново использовать После определенной доработки Вот То есть очень такая Программа интересная В какой-то степени Экономная правда Потом она все Все равно вылетит в трубу Но тем не менее Значит, такая хорошая программа Тем более, что на это На челленджеры можно поднимать Очень много Большие экипажи И у них был даже экипаж в 9 человек Ну вот Экипаж, о котором буду говорить Это 7 человек Вообще, как бы он рассчитан был На 5-7 человек То есть груз и 5-7 человек Довольно большой объем Значит, программа начала Начинает работать В 1969 года А в 1981 году Запускается первый челлендж Челленджеры, как я уже говорил Было 5 То есть от работы в свою Он, значит, разбирался И запускался новый челлендж Первым был Колумбия Вот вторым Не челленджеры, а шаттл Первым был Колумбия Шаттл Потом был, значит, вот Шаттл в челленджер Значит, ну и вот как раз С челленджером Вот случилась эта история Еще когда он создавался Дело в том, что там Разным компаниям Частным компаниям Даются задания о том Что они должны сделать Они, значит, проводятся Такой тендер Они, если компания выигрывает тендер То он начинает для вот НАСА выпускать Вот какие-то части отдельные Вот твердотопными Ускорителями занималась Компания Тиокол Вот Это компания, которая Когда-то производила Значит, минометные снаряды В свое время Ну, потихоньку Вот продвинулась В сторону ракеты Вот одна из Ракет Они взяли за основу Опять же, военную ракету Которая доставляла Ядерное оружие Значит, Титан-3 И, собственно говоря Ее использовали Вот эти твердотопные Ускорители Они как раз стояли На этой Титане-3 И вот они как раз Стали делать их И там была одна проблема Очень важная Она собиралась Из нескольких частей И вот там В одном месте Стояли уплотнительные кольца Вот Стояло два уплотнительных кольца И они Скажем так Не позволяли Значит, газом Образовавшимся Выходить Наружу В смысле В сторону А должны были выходить В сопло только Направлять туда Вот эти вот Уплотнительные кольца Не позволяли В бока Чтобы он Никуда не ударил Не ударило Не в бак Значит, с жидким топливом Не ударило Не в сам Значит, челнок Чтобы не ударили Эти выходящие газы Вот Ну и Собственно говоря Тогда уже говорили Что это Вот Эти уплотнительные кольца Они очень опасны Что Через них все равно Проходит Что И даже Когда стали делать Первые запуски Обнаружилось Что да В самый момент Запуска Выход газа Есть Все-таки Но он небольшой Потом Уплотнительные кольца Расширяются И, собственно говоря Запирают И Ну и запустили Да Вот, кстати Вот перед вами Челнок Вот он на схеме По бокам Два твердотоплива Посмотрите, посредине Огромный бак С водородом И кислородом Два таких бака Две трети водорода Одна трети кислород И вот Собственно говоря Это все должно подняться Твердотопные ускорители Запускаются Челнок тоже Двигателем своим Работает Изо всех сил И в конечном итоге Они поднимаются На определенной высоте Отстреливаются Вот эти вот Твердотопные ускорители Потом вырабатывается Еще скорость усиливается Усиливается Вот этот вот Водород И кислород И в конечном итоге Он тоже отстреливается И Челнок уходит в космос Все Собственно говоря Вся эта схема работает И вот В твердотопных ускорителях Как раз они состояли По-моему Из семи частей Вот стояли Вот эти уплотнительные кольца Которые как раз Тогда говорили Ребята Здесь есть проблема Здесь есть большая проблема Но Первые Шесть запусков Показали Блин Все нормально Летает Все в порядке Не взрывается Никуда не Потому что Запускали сначала Такие модели И вот Значит Не взрывается Все И тогда Все потихоньку Успокоятся Но Запустили 25 Было произведено 24 полета Все Казалось Нормально работает Да На видео Было видно Что газы Вначале выходят Потом Все закупоривается Все в порядке Не происходит Никаких проблем А вот 25 полет Как раз Вот этот Был Шаттл Челленджер Произошло Следующее событие Да Вот эта команда Та самая команда Которая была на нем 22 января 1986 года Семь человек И там Еще был Один очень важный Проект Вот если вы Видите В заднем ряду Слева Вторая Это девушка Значит Она входила Тогда появился проект Который Значит Считали Что должен У населения Быть интерес Прямой интерес К этим полетам Значит Потому что Все-таки Деньги-то выделяет Конгресс И вот Население Должно было Поддержать И вот Разорвался проект Учитель в космосе И она была Той самой Учительницей Которая Выиграла Конкурс Конкурс Был огромный Он длился Несколько лет Значит 11 тысяч человек Подали заявки И вот она Выиграла Она прошла Полуфинал Финал И в конечном итоге Вот она Выиграла Звали Криста МакОлив И вот эта Криста МакОлив Как раз Вот она стоит Вот она вторая Слева И она Значит Должна была лететь И оттуда Вести уроки По физике Объясняя что-то Детям Значит Тоже Это очень важный Момент был И в общем Сначала Начали переносить Взлет Потому что Были плохие Значит Погодные условия В местах Аварийной приемки Потому что Шаттл мог В любой момент Начать Приземляться То есть Он мог не уйти В космос А в связи С какой-то поломкой Он мог приземляться Поэтому были созданы Несколько Таких Аэродромов Куда Шаттл Мог приземлиться Вот И там была плохая погода И поэтому Потихоньку Переносили Сначала Переносили Кстати Потому что Предыдущий Шаттл Позже улетел Потом Потому что Надо было Отрабатывать Все программы Вот Потом И вот Из-за плохой погоды Ну и в конечном Самой конечной точке Это 27 января Когда уже назначили Была плохая погода На мысах Канаверил Поэтому Решили Что надо Переносить На 28 А в ночь 27 на 28 Произошло Необычное явление Значит На мысе Канаверил Напоминаю Это юг США Очень Очень Вообще Флорида Это вообще Жара Жуткая жара Так вот В ночь Был Мороз Минус один Все предыдущие Шаттлы Взлетали При Плюс 12 То есть До такой Низкой температуры Никто не взлетал Ну и вот Считается Что именно Низкой температуры Сыграло Звую Шутку А значит Вот эти Уплотнительные кольца От мороза Не расшились После Когда Начался Вот эти Первые прорывы Да вот Сравнение Союза С самим Этим Челноком Вот можете себе Представить Размеры И сколько Они оборудования Впереди сидело В кабине сидели Люди А вот это Огромный Прямо перед вами Вот этот Огромный Отсек В который Складывалось Все что Отправлялось Собственно говоря Шаттлом Ну а сзади Двигатели И все остальное А топливо Подается Как раз Вот этого Огромного Бака Который Собственно говоря Которому он Цепляется Вот И там Дальше Стоит Столько топлива Для маневрирования В космосе И для торможения Когда уже Собственно говоря Садится Сам Этот Шаттл Так вот Значит Кольца Затвердели Не смогли Расшириться Дальше Пошло Следующее Значит Сначала Инженеры Текола Они сказали Когда вот Эта температура Упала Очень сильно Сказали Не отправляйте Пожалуйста Это Что-то Ну Резина Может не сработать Вот НАСА Стал настаивать В конечном итоге Они договорились Между собой И приняли решение Все-таки Отправлять Что Ничего До этого летали И этот раз Залетит Все в порядке Все И все-таки Решили отправлять Ну и Собственно говоря На первой секунде Уже на первых видео Уже самого взлета Когда вот Запустили Значит Вот твердотопленный Ускоритель Начали работать Пошел вот этот Выходящий газ Ну Раньше он тоже выходил Ну Собственно говоря Ничего страшного не было Ну и вот тут пошло И так Значит Вся эта махина Поднялась Начала подниматься И на 58 секунде Полета Значит Значит Произошло Следующий момент Там Когда Вот На первой секунде Начал взлетать Вот Из-за вот этого Затвердения Они вышли из строя Эти самые кольца То есть Они перестали Сдерживать этот самый газ И газ начал Постоянно выходить Но Там Очень большой Первоначальный взрыв Он запечатал Вот это вот Соединение Окислами Алюминия И поэтому Он мог до 58 секунды Подниматься Дальше произошло Были три порыва ветра Значит Наши потомки Будут потом еще смеяться Над этим состоянием О том Что у нас от порыва ветра Космические корабли Ломаются Вот было три порыва ветра Один очень сильный Порыв ветер На 58 секунде Значит Привел к тому Что вот эти окислы То есть Как бы шаталась Чуть-чуть Вот эта конструкция И от порыва ветра И распечатала Вот это вот Запечатанное То, что запечаталось При взлете Окислы Отпали И начал Бить Раскаленный газ Начал лупить В бак С вардародом И кислородом Ну Бак крепкий довольно Он бьет Но ничего Это все равно Уже Там температура доходит До 3000 градусов Они начинают бить В этот самый топливный бак Ну и получается Что на 60 секунды Значит Пламя пробивает бак Пробивает бак С водородом Высота уже довольно приличная Это уже почти там 15 километров Кислорода там мало Пробивается бак водорода И поэтому пока взрывоопасная связь Еще не складывается Но тем не менее Бак пробивается А на 64 секунде Вот из-за того Что пробило Начинает шатать Вот эту вот Конструкцию Очень сильно Значит Твердо топливную Она начинает Просто лупить По баку Изо всей силы Вот Пробивает На 68 секунде Значит Происходят переговоры Между диспетчером И Значит Том, кто ведет шаттл Потому что там Был ручной взлет Вот И он Потому что Работали и двигатели И шаттла И вот этого ускорителя Он подает последний сигнал Мы увеличите скорость шаттла Вот Они увеличивают скорость шаттла И Значит Последний ответ Из кабины Поняли Увеличиваем Начинается подъем На 72 секунде Бак В конечном итоге Значит Вот этот вот Твердотопливный ускоритель Отрывается И со всей силы Бьет по баку Топливному И пробивает кислород Водород пробит Кислород пробит Они смешиваются И на 73 секунде Происходит страшнейший взрыв Вот На группе Это 15 километров Фактически Я уже говорил На этой высоте Нагрузка От взрыва 20G Это колоссальная нагрузка Дело в том Что шаттл выреживает Только 5G Вот Шаттл разрывает На куски Но кабина Там капсула такая Вот эта кабина Остается целой Значит Ее отбрасывает Она сделана из усиленного алюминия Ее отбрасывает И Но она продолжает лететь По направлению К которым шел шаттл Значит Она пролетает Поднимается До 20 километров И дальше начинается Неконтролируемое падение В океан Она летит С 20 километров На огромной скорости 2 минуты 2 минуты 45 секунд Экипаж еще Часть экипажа Еще жива Потому что не все Выдержали Вот этих перевозок В 20G Ну это видимо погиб Но Часть живет И пытается что-то сделать Вот эти 2 минуты 45 секунд Они летят На огромной скорости И со скоростью 333 километра в час Врезаются В поверхность Океана А значит При ударе Значит Нагрузка 200 джин Можете себе представить Ну вот Шаттл Когда приземляется Там очень сильнейшие Нагрузки При торможении Сильнейшие нагрузки Она достигает всего Полтора джин А тут 200 джин Ну понятно Что это разваливается На этом останавливаются Пока взлеты Прекращаются На время Взлеты Значит Шаттлов На Целых Там Три года Они не запускаются Только в 80 В сентябре 88 Года запускают Очередной шаттл Вот Они так и потом Проработают Эти шаттлы Сразу решили Там была комиссия Она приняла решение О том что Все из-за того Что неправильно В НАСА принимаются Решения Что это вот Сама цепочка Решения Очень опасны Вот эти все Значит Вот эти все Поставки И тому подобное Неправильно делаются Что надо дорабатываться Но Значит В 2003 году Происходит Следующая катастрофа Уже при возвращении Уже челнок Колумбия Шаттл Колумбия Значит Он тоже сгорел Погибли опять 7 человек 7 космонавтов И комиссия Которая разбирала И этот самый Значит Вот По гибель Колумбии Они сказали Что в НАСА Так и не изменили За 12 За 17 лет Пока вот Погибла Челленджер Были Решения комиссии О том Чтобы они Изменили подходы К принятию решений Они так И не Изменили Вот И значит Это очень сильно Повлияло В 2011 году Всю эту систему Спейс Шаттл Была закрыта И в связи С гибелью Колумбии И в связи С тем Что она Морально устарела И уже Экономически Невыгодно было Слишком дорого Это все Обходилось Вся вот Эта вот Самая конструкция Ну и сейчас Вот мы видим Что значит Появилась новая система Которая уже Вот Занимаются Как бы Новый шаг А тогда Это был действительно Очень мощный Порыв Наши Смотрели за этим И вы помните Значит Была придумана Вот такая же система Похожая Буран Вот Но она Не соработала Потому что Она жутко дорогая Честно говоря Она очень Вот такая Если вкратце Эта история Гибель Челнока Челленджера Игорь Вы рассказывали Что во время Падения кабины Челленджера Оставшиеся Уживые космонавты Пытались Еще что-то Сделать А что Они могли Сделать Ну там Они пытались Перейти на Внутреннюю Энергообеспечение Потому что При взрыве Там Энергообеспечение Которое шло От Значит Оборудования Находящегося Внутри Дело в том Что бак Вот этот Наполненный Водородом Кислородом Он еще Внутри У него Есть оборудование Вот Оттуда же Идет Энергообеспечение Свой капсулы Вот От него Оторвалось И они пытались Запустить Внутреннее Вот это Энергообеспечение Которое бы позволяло Потому что Они Почему Определили Что все-таки Несколько человек Были живы Дело в том Что у них Были включены Индивидуальные Кислородные Обеспечения Вот А это Включается Вручную Поэтому Тот Кто остался жив Они врубили их Вот Большая часть Не было включено По-моему Трех человек Было включено Все-таки Это оборудование То есть Оно поставляло И дальше Было замечено Что Там на всех Переключателях Стоят Такие глушаки Вот глушаки Были откинуты И некоторые Печати Были переключены То есть Они пытались Запустить Значит Внутреннее Энергообеспечение Шаттла Ну Им не А что это могло бы дать У шаттла Был свой двигатель Который мог Помочь Приземлиться Нет Этой капсулы Не было Они Пытались Что-то Сделать Что-то Ну Хоть какую-то Запустить Схему Потому что Ну а что может Когда идет падение Они пытаются Запустить Какую-то схему Если перейти На энергообеспечение Может быть Хотя бы На связь выйти Хотя бы Что-то сообщить Потому что Они же не понимают Что происходит Их мотает Изо всех сил Что-то происходит Колоссальные нагрузки Они не понимают Что происходит Жив Чаттла Внутри Они чаттла Рассыпался ли он А он в этот момент Уже конечно Рассыпался Вот Но Тем не менее А там В этой кабине Не было предусмотрено Система эвакуации С помощью парашюта Например Нет Нет Это потом Они разработают Систему эвакуации Кстати считается Не очень эффективной Потому что Им надо Кидать Было бы По частям То есть Можно будет Потом Открывать Какой-то люк Выпрыгивать И тому подобное Это все потом Будет придумано Уже после гибели А так Нет Там не было Никакой системы Там вся Система спасения Ориентирована была Что Шаттл Шаттл Вообще Как бы Он может сам Полететь дальше Поземлиться Никто не рассчитывал Что перегрузки Будут такие колоссальные Ну и вообще Эвакуация Это значит Что они на высоте 20 километров Попадают В это пространство Ледяное И тоже непонятно Как они должны Приземлиться Ну в скафандрах Наверное Ну вероятно Как отреагировали В обществе Американском На эту трагедию Ну очень интересно Что Во-первых За этим запуском Следила огромная Масса населения И даже Был такое Исследование О том Что О гибели Шаттла 85 процентов Населения Всего Населения Америки Узнали В первый час Это уникальное Явление Дело в том Что Вообще Как бы Новости Узнаются Постепенно А То есть Там определенная Часть сначала Потом другая То есть Значит Население Следило И в первый час Интересовалось И когда погиб Оно в первый час Узнало 85 процентов Населения Для сравнения Что о двух Событиях Население Узнало Вот в течение Часа То же Следило Это Гибель Кеннеди Население Узнало В первый час И Смерть Рузвельта Тоже Население Узнало В первый час И вот Гибель Челнока То есть Население Во-первых За этим Следило Потом Вот эта Программа Учитель в космосе Которая Кстати Потом Будет Переделана Учитель Астронавт И Она там Немножко Сработает Но она Вот так Ну вот Скажем так Астронавты Начали заниматься То есть Специально Учитель туда Не управляли Астронавты Там вот Дублерша У этой Кристы Вот Дублерша Она потом Улетит Уже Как астронавт И уже Будет Оттуда Давать Уроки Действительно Для школ Для Вузов Будет Давать Уроки То есть Это тоже Привлекало Внимание Население И население Конечно Было В шоке Тем более Что Когда Смассо Отправляют То приглашают Родственников Космонавтов И они сидят На трибунах И наблюдают Просто воочеред А тут Прямо у них На глазах Произошла Вот эта Катастрофа Безусловно Это было Шоком И для Населения И для Родственников Вы сказали О двух событиях Узнали В течение Часа А второе Какое Смерть Рузвельта И смерть Кеннеди Ага Почему Все-таки Перестали Запускать Шаттлы Трагедии Случались Ведь С абсолютно Всеми Ракетоносителями И Советскими И с Американскими Но почему Именно Шаттлы Решили Вырезать Насовсем Две причины Основные Экономически Очень невыгодно То есть Да Они поднимают Нужно искать Более выгодные Потому что Это колоссальная Затана Да Там возвратные Все эти системы И шаттл возвращается И все баки возвращаются Они просто падают И достают И Дальше уже делают Что-то с ним Вот Но тем не менее Это все равно Очень жутко дорого Это жутко дорого И считают Что мораль устарела Там просто инженеры Уже посчитали Что очень многие Из элементов Надо переделать Просто кардинально То есть Менять это все То есть Первая Это экономическая причина Вторая Это то Что Значит Технологически Они устарели Вот эти Вот надо искать Какие-то новые варианты Ну вот Маск Собственно Нашел Вот эти вот Варианты Нового Так сказать Многоразового Использования Вот как Как раз Оказалось Более дешевле Вот И чем Шаттл Шаттл Жутко дороги Там Один запуск Какие-то Миллиарды Влетают Колоссальные Но тем не менее В определенное время Они считались Все же Выделяется Из бюджета Это же Нечастные компании И заметьте Государство Так и не потянуло Дальше Маск Это частная компания Которая Вот Экономичный способ Частная компания Но с финансированием В том числе Из американского Бюджета Поэтому Тут такая Комбинированная История Ну а мы Благодарим вас За эту Историческую Минутку И ждем Завтра С нами был Игорь Сажин Историк Правозащитник До свидания Продолжение следует